Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники, меня зовут Русских Иван, я вас рад приветствовать на канале Иванова Наука. Сегодня мы поговорим с вами о совместимости некоторых препаратов для защиты растений, каков принцип, что с чем можно смешивать, что с чем нельзя смешивать, нежелательно смешивать, и чем может все закончиться, если что-то с чем-то смешать. Ну, первый вопрос, который я хочу обсудить, можно ли получить гербицид гормонального типа по типу 2,4D, если смешать такие простые компоненты, как фитоверм, как битоксибацелин и как липидоцид. Вот если их всех смешать вместе в одном бачке, ну, может быть, даже дозу превысить там каким-то образом, можно ли получить гербицид с гормональным действием? Вот посмотрите, пожалуйста, вот растения, сорнячки, это послен черный в посевах тыквы, вот так вот он выглядит здоровенький, а вот так он выглядит примерно через 2 часа после нанесения на него вот этого самого гербицида, в своей основе который содержит 2,4D, аминную соль, или же дикамбу. Вот они все покрученные, вот они все поверченные, это действия гербицида гормонального типа. Знакомая картина для многих, я абсолютно уверен. Можно ли из биопрепаратов получить токсичный гербицид? И вообще можно ли так смешать какие-то биопрепараты для того, чтобы их комбинация вдруг была токсичной, и мы можем получить биогербицид? Вот, ну, к сожалению или к счастью, нет, потому что если бы это было возможно, то мы бы получили биологический гербицид, могли бы уничтожать сорняки биологическим способом, просто скомбинировав какие-то биологические препараты. Но это нельзя сделать, нельзя такую токсическую комбинацию получить, и это тоже хорошо. Почему? Потому что, как бы мы не передозировали эти препараты, вот разница при использовании фитоверма в концентрациях, если вы внимательно посмотрите на инструкции, то это может быть от 1,5 мл на литр воды до 10 мл на литр воды. То есть, видите, разбежка очень большая. И даже если вы возьмете вдруг ни с того ни с сего, начнете швырять деньгами во все стороны, и возьмете, разведете 100 мл на литр воды и попрыскиваете растения, то все равно никакой опасности не будет. В этом прелесть биопрепаратов. Вы просто потратите деньги зря, и все. А вот фитотоксического эффекта от авермектинов, от фитоверма, октофита, вы все равно не добьетесь. Как же можно или нельзя смешивать биопрепараты? В целом биопрепараты в большинстве случаев являются совместимыми. Но я много раз говорил о несовместимости сенной палочки и триходермы, сенной палочки и метаризиума, сенной палочки и баверии. Но это тогда, когда эта сенная палочка и ее компаньон не подобраны специально, так, чтобы они были совместимыми. То есть, если вы не уверены, что эти препараты совместимы, вот грибов и сенной палочки, то в этом случае лучше их не смешивать. Есть же специальные препараты, шах и мат, фитоспорин, АЭС, где сенная палочка и триходерма смешаны так, что они являются высоко совместимыми и высоко эффективными, совместимыми, дружелюбными. И поэтому тогда там как бы проблем никаких нет. Все остальные биопрепараты в основном все нормально смешивается. Если нет специальных указаний, то, например, если 100 мл титаниума на 10 л воды, и вы хотите его смешать с, например, АИДИСом, то надо взять на 10 л и 100 мл титаниума, и 100 мл АИДИСа, если только рецепт не предполагает иного. В этом прелесть биопрепаратов. Но могут ли быть опасности при смешивании препаратов синтетических или минеральных? Вот у меня тут не зря бумажечка есть, я на ней кое-какую шпаргалочку сделал. Значит, вот один из несмешиваемых компонентов, который никогда ни с чем не надо смешивать, это сера. Вот хотя есть препараты, которые можно смешивать с серой, но в большинстве случаев, для того, чтобы не задумываться об исключениях, для того, чтобы не запоминать эти исключения, просто примите себе во внимание. Вот мы, серу, это ПФК Лера, скалоидная сера, препарат ПСК, Тиавиджет, мы их ни с чем не смешиваем. Вот лучше не смешивать. Вторая категория препаратов, которые лучше ни с чем не смешивать, это медь, содержащие препараты. Бордосская жидкость, абигопик, хом, оксихом содержит медный купорос тоже, там, или соединение меди какие-то, окси, хлорокис меди, там и так далее. Вот если есть какие-то купоросы, то лучше не смешивать ни с чем. Вот если нет специального указания, то лучше, если вы задумались, а можно туда что-то добавить? Вот если я говорю, что можно, значит можно. А если от меня ответа нету, ну вот не ответил на комментарий, или там что-то такое, то в этом случае не смешивайте. Просто не смешивайте, и всё. Ещё есть одна категория препаратов, с которыми желательно ничего не смешивать, если это, опять же, не специальное указание. Это препараты, которые содержат масла, растительные или минеральные масла. Вот если есть какая-то композиция, вот я говорю о том, что вот на это, это, это надо смешать, тогда да. А если вы думаете, о, а можно я ещё там это прибавлю, а может я ещё вот это прибавлю, лучше не прибавлять. Вот как бы чего не вышло. Ну и есть ещё там какие-то, терам и медь, дельтаметрин и теофанатметил, дельтаметрин и сера, гидроксид меди и люфенурон, ну и так далее. То есть какие-то есть там биоцилистурингенсис, там битоксибацилин, липидоцид и сера, топсин и медь, фосатилалюминия, это привикурэнерджи, и медь содержащие препараты. Ну вот, как видите, в основном вот эти все смешения, они касаются серы, меди и каких-то там, ну ещё иногда каких-то отдельных компонентов. А в основном вот так. Ну и вот эти масла, всевозможные масла. Вот все перечисленные варианты смешивания, они не приводят к тому, что смеси начинают поджигать растения. Никаких поджиганий не будет. Просто либо оба компонента полностью перестают работать, либо один из компонентов инактивируется и перестаёт работать. Вот фитотоксичности вы не получите. Когда вы хотите сделать сами смесь, почему мы смесь, например, инсектицидов или фунгицидов хотим сделать? Потому что, во-первых, чтобы не привыкали вредители или возбудители заболеваний к одному и тому же действующему, что мы что-то добавляем. Ну, нам же производители специальные смеси делают, поэтому, ну это только если кто-то любит пошаманить, а так-то можно же купить уже смешанное. Это первое. Второе, потому что мы хотим, ну как бы усилить действие препаратов. Это правильно, потому что в биологии, в защите растений 1 плюс 1 зачастую равно не 2. Вот если всё неправильно смешать, то 1 плюс 1 может получиться 0. А может так получиться, что 1 плюс 1 равно даже 6, понимаете? Поэтому здесь 2 компонента могут дать больший эффект, чем 2 последовательных, 2 последовательные обработки. Вот все препараты, там инсектицидные, например, они все более-менее смешиваются легко друг с другом, никаких комбинаций там инактивирующих не дают. Но вы должны помнить, что если вы используете, например, системный препарат, например, Актора и контактный препарат, например, Интовир, то срок следующей обработки надо всегда мерить по системному препарату. Не по контактному, а по системному, то есть через 2 или 3 недели, не раньше, можно делать повторную обработку. Иначе системный препарат будет накапливаться, и тогда, конечно, уже из-за накопления может получиться какая-то фитотоксичность. То же самое касается и фунгицидных препаратов. Когда вы используете системный препарат и контактный препарат, то в этом случае мы все сроки ожидания повторной обработки все меряем по системному препарату, не по контактному, иначе может быть фитотоксичность. Но еще хорошо, когда смешиваются и фунгицидные, например, и инсектицидные препараты. Ну вот, например, у инсектицидных препаратов доза каждого препарата может быть уменьшена от 10 до 30%. Но на самом деле здесь универсального рецепта не дашь. Почему? Потому что в каждом случае комбинация предполагает свое собственное снижение концентрации, там, дозы внесения того или иного препарата. То есть сэкономить можно, когда вы 2 препарата смешиваете на каждом из препаратов. Но в целом вот так вот просто дать универсальный совет, там, на 30% меньше вносите. У вас, например, написано 5 мл на 10 литров, а вы вносите там 3,5. Нет, такого универсального совета не дашь. Иначе можно потерять эффективность или, наоборот, получить какой-то фитотоксический эффект, если там превысить, наоборот, дозу. Поэтому эта тема такая очень скользкая и требует каждый раз какой-то персонализированной консультации. Если вы что-то хотите смешать, ну, такое, чего не знаете. Поэтому лучше, на самом деле, если вы не очень хороший специалист в области защиты растений, то лучше вообще не смешивать, а действовать нормально по инструкции. А шаманить только по компетентному совету компетентного блогера. И никак иначе. Ну, или если вы сами там очень хорошо разбираетесь, или вы задали вопрос, и вам, по счастью, прилетел таки от меня, например, или там от другого блогера, которому вы действительно доверяете и надо ему доверять, прилетел компетентный ответ. Ну, еще есть экзотические варианты, когда не стоит что-то с чем-то смешивать. Например, есть теперь такие, продаются средства защиты в водорастворимых пакетах. Ну, есть такое. И вот надо иметь в виду, что когда вы добавляете еще в воду что-нибудь, а потом этот водорастворимый пакет, то этот водорастворимый пакет может просто не раствориться или раствориться очень плохо. Поэтому, когда вы используете какие-то препараты в водорастворимых пакетах, то вы сперва растворите то, что в водорастворимом пакете, а потом уже добавляете все остальное. Что ж, как видите, наука смешивания проста только в отношении биологических микробных средств защиты растений. Во всех остальных случаях надо иметь, ну, достаточно хорошую квалификацию образования и опыт буквально агронома по защите растений, для того, чтобы довериться совету в отношении смешивания тех или иных препаратов. Ну, а здесь, конечно, получить из этих трех препаратов гербицид гормонального ряда, 24D или декамбу, ну, невозможно, абсолютно невозможно. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи.